Добрый день. Это факты мнения. Сегодня ночью в Хрымском районе при пожаре в частном жилом доме погиб трехлетний ребенок. Его мать успела вынести из огня только шестилетнего сына. В качестве одной из версий возгорания следствие рассматривает перекаливание печи. Но, к сожалению, такие трагедии зимой случаются часто. Как обезопасить себя и свою семью от пожаров и других происшествий в холодный период? Поговорим с моим гостем. В студии начальник пресс-службы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Никита Сергеевич, здравствуйте. Я знаю, что вы к нам на интервью сейчас приехали с пожара. Откуда? Где еще одно возгорание было? Сегодня на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о возгорании на четвертом этаже квартиры многоквартирного дома по улице Черкасской. Незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России к месту вызова. По прибытию первых подразделений установлено, что действительно пожар произошел на четвертом этаже. Сильное задымление. Пожарные включились в аппараты. И звеньями газозащитной службы приступили к разведке. Во время разведки четырьмя звеньями было спасено четыре человека. И с помощью лестниц, которые были поставлены с двух сторон к зданию, также были эвакуированы порядка 20 человек. Возгорание ликвидировано. Сейчас информация по пострадавшим уточняется. Погибших мы знаем точно нет. К сожалению, квартира выгорела полностью. Идет обследование сейчас. На месте будет работать инспектор отдела надзорной деятельности, профилактическая работа для установки причин возгорания. Работа ведется. Мы тоже там всегда присутствуем. Всегда плечом к плечу. Пожарным, пресс-служба. Это мы знаем. Скажите, такой огненный январь, почему так получилось? Или это нормально по статистике происходит? Конечно, по статистике мы видим тот факт, что январь для всей страны является наиболее сложным месяцем в году, где возникает довольно-таки большое количество пожаров. И, к сожалению, это косвенно связано с большим количеством праздников. Люди находятся дома. И не всегда особляют элементарные требования пожарной безопасности. Но причины частые, наиболее распространенные. Из-за чего случается пожар? Порядка 30% пожаров. Это неосторожное обращение с огнем. И львиную долю, наверное, так будет правильно сказать, львиную долю, неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. А еще какие причины? Потому что сейчас же многие используют в качестве отопления еще травяные печи. Да, неправильная эксплуатация электрооборудования. Это у нас, конечно же, и гирлянды могут навредить. Да и любое электрооборудование, если используется неправильная перегрузка сети. И немаловажный фактор для Кубани в станицах – это, конечно же, печное отопление. Главная ошибка людей, которые используют дровяные печи? Ну, главная ошибка – это нужно начинать, так сказать, еще до начала зимнего периода, прочистка дымохода, проверка целостности дымохода. Печь использовать только твердое топливо, не использовать легковоспламеняющиеся жидкости. Притопочная печь, не хранение дров, система дров, угля рядом с печкой. Ну и, конечно же, эксплуатировать все необходимые задвижки, проверять, обслуживать печь в полном объеме. Ну, вроде бы все знают элементарно эти правила, но все-таки случаются неприятные истории. К сожалению, беспечность нашего, может быть, русского авось, или это будет не со мной, она присутствует. Мы с сожалением смотрим статистику, где идет увеличение количества погибших в Краснодарском крае сейчас, увеличение количества пожаров. Сегодня, к сожалению, детская гибель. И, вы знаете, утром, я как отец сейчас двоих детей, да, тоже имею ребенка три года и полтора года. И слышать утром о том, что погиб ребенок... Ну, это всегда очень эмоционально трогает каждого человека. Ну, вот, чтобы не было таких историй, я знаю, что и спасатели чуть ли не подворовый обход-то устраивают, каждому заходят, предупреждают, как эксплуатировать приборы. Действительно так? Конечно же, мы не останавливаемся ни один час, ни одну минуту в году, проводя информирование. Это делаем и мы, пресс-служба, это делают и пожарные подразделения, это делают и отдел надзорной деятельности. И подключена огромная система и механизм администрации Краснодарского края, социальная сфера, казаки, добровольцы, волонтеры. За период этих новогодних праздников проведено порядка 8 тысяч обходов, 8 тысяч многодетных семей. В многих районах устанавливают, конечно, датчики пожарной сигнализации. При обнаружении дыма датчик будет очень громко звучать, он разбудит семью и не даст задохнуться от угарного газа, если это возможно. То есть, раньше предупреждения, мы раздаем памятки, информируем через средства массовой информации, привлекаем паблики. Все инструменты, которые возможно делать, мы делаем и не останавливаемся, развиваем всю структуру, как нам довести. Но, конечно же, в первую очередь, это и школы, и садики, и детские сады, и выставки, и музеи, и все. Но родители. У родителей сейчас довольно-таки много приоритетов о безопасности. Это, конечно же, и дорожное движение, и дети в школе, антирористическая защищенность, и компьютерная защищенность, интернет-защищенность, пожарная безопасность. Тяжело родителю поставить приоритеты. Но элементарным правилам безопасности своих детей нужно обучать. Я знаю, что еще одна такая проблема на вас свалилась в декабре прошлого года. Снег на трассах. Вы помогали водителям выбраться из этого плена белого. Сколько людей было задействовано? Я говорю сейчас о первом декабря, когда, вы знаете, Армавир Кропоткин. Какая работа тогда была проведена? Ну, начну с того, что мы получили заблаговременно прогноз о такой ситуации. И в крае сразу было, за три дня было очень много рисков. Был и сильный ветер по Черноморскому побережью, было и Северский, и Афибский, и поднятие уровень воды, и разлив рек до опасных явлений, и заносы на трассе Кавказ. От Павловской до Армавира было девять участков, на которых были заторы. И мы получали сообщение уже с утра. Была привлечена группировка сил не только МЧС России, а РСЧС, куда входит очень много функциональных, детальных подсистем, и администрации, и Министерства обороны, и Росгвардии, и полиции. Вся система работала, но, к сожалению, не было же осадков. Был просто ветер, который с полей сделал эти переметы. И даже учитывая то, что на трассе работала тяжелая техника, которая чистила, и она тоже оказалась в плену. Вы же были на месте, да? Конечно, было принято решение, наша специализированная пожарно-оспадательная часть. Мы на три автомобиля подцепили три прицепа, два снегохода, квадроцикл. Выехали на место, был самый опасный, самый трудный, наверное, участок, это Гулькевичский район. Прибыли на место, уже, наверное, было ноль часов, 20 минут. Мы сели на снегоходы и приехали в самое сложное место этой пробки. И я обходил все автомобили, которые были там на месте, разговаривал с каждым. Мы находили тех людей, которым нужна была эвакуация. У кого-то кончался бензин, у кого-то были маленькие дети. Эвакуировано было на снегоходах 16 человек, с которых 5 детей. Самому маленькому было 11 месяцев. Мы подвозили боевую одежду пожарного, которая не продувается. Укутывали ребенка, сажали маму, рядом находился отец, и мы вывозили людей. То есть от спасателей в тот момент ждали эвакуации, либо вы привозили еще горячие какие-то питью, или для тех, кто не мог, куда-то ехать. Да, ну, так, чтобы мы могли одновременно обеспечить 6 километров пробки в две стороны. Это там 12 километров, получается, в обе стороны. И чтобы одновременно привезти всем горячий чай, конечно же, это очень тяжело. Подвезти бензин, подвезти воду, подъехали крымские наши спасатели, я имею в виду крымский ПСО города Крымска. И еще было два снегохода, они развозили воду, кому было необходимо, кому-то помогали с топливом. Также там были волонтеры, которые также подвозили топливо, вытаскивали машины. Одновременно привезти туда 10 тысяч сотрудников МЧС, чтобы он стоял у каждой машины, мы понимаем, невозможно. Давайте реально смотреть в глаза. Объективно. Но кому нужна была помощь, мы помогали. И многие люди, с кем я разговаривал там с нуля часов до 8 утра, когда я находился там на месте, негатива я в свою сторону и в сторону МЧС России не услышал. Ну и здорово. Еще продолжим про осадки. В ближайшие выходные, насколько знаю, ожидаются ливни и потепление. Это звоночек для вас, да? Конечно. Мы понимаем, какая ждет нас погода. Мы понимаем прогноз. Выстраиваются 3D-модели о возможных ЧС и происшествиях, учитывая аналитику прошлых лет. Сейчас на территорию Краснодарского края, через обережье Черного моря, через Черное море заходит циклон с Европы, который нам принесет осадки в виде 40-65 мм в течение трое суток. Но для Краснодарского края это немного. Все системы в принципе готовы. Но вот эти перепады температур, они, конечно же, сделают свое дело. Это и довольно-таки большая и повышенная лавиноопасность в горных наших курортах, и сход селей больших, малых объемов. Это федеральные и региональные дороги, муниципальные дороги, очень много поселков по предгорным районам. А какие районы сейчас будут в зоне опасности именно в ближайшие? Черноморское побережье, практически все. Практически все. То есть на всех реках, за всеми реками сейчас контроль особый, да? Конечно. Стоит центр управления в ситуациях, он мониторит геологическую обстановку. Установлено порядка 190 датчиков на реках. Мы мониторим ситуацию, знаем. И при необходимости выставляем оперативные группы наших пожарных гарнизонов для уже визуального контакта. Оценки, да? И будет переведена в готовность аэромобильная группировка главного управления в составе 100 человек личного состава и 26 единиц техники, в которой как раз таки есть техника высокой проходимости, техника по откачке воды, плавсредства, снегоходы, квадроциклы, снегоболотоходы, беспилотная летательная авиация для оценки, мониторинга ситуации. Они находятся в готовности в течение короткого времени, это буквально полтора часа, они готовы выдвинуться в любую точку Краснодарского края для ликвидации ЧАЭС и минимизации ее последствий. Я поняла, что все под контролем, а людям, которые живут возле рек, вот сейчас что делать? Да, ну буквально перед нашей передачей была заставка про сирену. Если вы слышите сирену оповещения и информирования, то, конечно, необходимо включить сразу телеканал Кубань-24, Россия-1, либо радиоприемник на чистоте новая, господи, радио Кубань и радио Россия. И все получают смс-информирование от МЧС в России, они основаны на прогнозах и, конечно же, следить за ситуацией, которая вокруг вас. И поговорить со своими детьми, чтобы они тоже были готовы спастись и вам помочь. Никита Сергеевич, ну вот говорили о паводках, говорили о том, что вы и в снежном плену побывали, так сказать, и только что с пожара приехали. С сотрудникам МЧС бывает страшно? Вы знаете, чувство опасности и чувство адреналина никогда не должно покидать пожарного и спасателя. Самое страшное, это, конечно, чувство ложного героизма. Но когда ты понимаешь, что внутри находятся люди или людям требуется помощь, я думаю, что каждый пожарный без оглядки назад пойдет вперед. Спасибо. Мы говорили о зимних пожарах и как предотвратить их и переизбытке обильных осадков, которые угрожают подтоплением. Пусть все у вас будет хорошо. До встречи.